Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами поговорим о Холмоксов Кэнса. Эта лекция является частью проекта SPOT Cancer Basic, посвященной фундаментальным основам канцерогенеза. Сегодня мы затронем уникальную, особенную черту опухолевых клеток, такую как способность к метастазированию, способность к инвазии и формированию сосудов. В учебнике Роберта и Катрана «Патологические основы заболевания» было дано следующее определение опухоли. Это группа клеток, которые бесконтрольно делятся благодаря наличию особых мутаций, поддерживающих пролиферацию клеток, способных к выживанию. В 2000 году два ученых Роберт Вайнберг и Дуглас Ханахан сформировали шесть классических признаков опухоли. Это огромная работа, которая была посвящена суммации, научных открытий. Это обзор, который показал, что опухоль обладает группой черт, которые можно перенести на ряд, на большинство солидных и не только гематологических опухолей. В 2011 году был опубликован обзор, дополняющий основной, где были добавлены еще две характеристики опухолевых клеток. Итого в настоящее время рассматривается восемь основных признаков опухолевых клеток. И классические из них — это поддержание пролиферативных сигналов, это формирование мутаций в онкогенах, это формирование мутаций в онкосупрессорах. И сегодня мы затронем ряд, который связан с индуцированием ангиогенеза, активацией метастаза и инвазией. Все эти признаки являются характерными для опухоли, но не все являются обязательными. То есть опухоль может иметь только часть признаков, а ряд других признаков может развиваться на протяжении формирования опухоли. Допустим, формирование метастазов или инвазии. Обычно отдаленные метастазы развиваются на более поздних стадиях, однако для ряда опухолей есть исключения. Обычно опухоль рассматривается как пролиферирующая масса, однако это не всегда так. В это определение, в определении опухоли мы должны включать еще и группу клеток, которые располагаются рядом, формирующих строму опухоли. То есть это клетки иммунного ряда, макрофаги, лимфоциты, нейтрофилы, а также клетки, связанные с сосудами. Это эндотелиоциты, перициты, фибробласты, которые формируют особое микроокружение, позволяющее опухоли поддерживать пролиферацию, метастазирование, инвазию, без которых существование особого фенотипа опухолевых клеток было бы невозможно. Более того, обычно опухоль рассматривается как моноклональное заболевание, однако это не так. Есть ряд свидетельств, которые говорят о том, что опухоль формирует в себе в процессе клональной эволюции ряд клонов, которые генетически, иммунофенотипически отличаются друг от друга. В последующих лекциях этой сессии вы можете узнать более подробно о таких возможностях. Классически опухоль для морфолога отображает свои пролиферативные сигналы в виде метоза. Более 100 лет патологи видят в опухоли такую важную черту, как метоз, который является прогностическим и предиктивным биомаркером для патолога, для онколога. Более подробно о онкогенах, онкосупрессорах, пролиферативных сигналах вы можете посмотреть в ранних лекциях проекта Spot Cancer Basics по ссылкам, которые указаны на экране. Сегодня мы затронем с вами, как я уже говорил, две основных характеристики опухоли. Это формирование сосудов, активация инвазии и метастазирование. Классически тот каскад, который обучают в медицинской школе и в дальнейшем в ординатуре по патологической анатомии и онкологии, даже в аспирантуре, показывают, что для того, чтобы сформировалась очаг метастазирования, сформировался отдаленный опухолевый клон и вообще сформировалась способность опухоли к инвазии, необходимо, чтобы сформировалась в этом месте особая среда микроокружения. То есть это группа клеток микроокружения, иммунных, фибробластов, сосудов, которые воздействуют на первичную опухоль, позволяя ей приобретать особые черты. То есть формируется локализованная инвазия, в дальнейшем возникает интровазация, то есть проникновение опухолевых клеток в сосуд, в дальнейшем распространение опухолевых клеток по сосудам через циркуляцию и проникновение в специфические локализации. Допустим, это легкие, это костная ткань, это ткань головного мозга. Однако мы должны помнить, что, если мы говорим о солидных карциномах, каждая локализация имеет свои специфические места метастазирования. Они связаны, может быть, с частью с кровообращением, с системой кровообращения тока, допустим, легкие, как фильтр, задерживают очень много опухолевых клеток. Однако не всегда там возникают метастазы. Или, допустим, печень является одной из точек для метастазирования колоректальных карцином, а для головного мозга, благодаря наличию гематоэнцефалического барьера, необходимо, чтобы опухолевые клетки приобрели свой специфический фенотип, который будет поддерживать их выживание в этих особых условиях нервной ткани. В дальнейшем должен пройти этап экстравазации, то есть когда опухолевые клетки проникают из сосуда в другие ткани, и формирование микрометастазов, то есть особой опухолевой ниши, где будет формироваться новый клон. В дальнейшем колонизация и формирование макрометастазов. Однако на каждом из этапов существует масса нюансов и характерных особенностей для каждого гистотипа опухоли. И, допустим, на данных микрофотографиях, это флюоресцентная иммуногистохимия, показаны белки, которые участвуют в формировании инвазии опухоли. В частности, красным цветом обозначены белки, формирующие инвазивный фронт. В зеленом цветом это матрикс, это коллаген и фибробласты. Голубым цветом обозначено ядро, окраска ядер, краситель ДАПИ. То есть мы видим, что клетки опухолевые с помощью специальных ферментов, с помощью сигнальных молекул провоцируют развитие опухоли, инвазию опухоли в коллагеновый матрикс с формированием новых очагов, с формированием так называемого инвазивного фронта. Давайте рассмотрим более подробно, как это происходит. Как происходит формирование метастаза, то есть как формируется метастатический каскад, то есть этапность этих событий, которые мы рассмотрели на предыдущем слайде. На данной микрофотографии вы видите группу опухолевых клеток. Это группа клеток карцином молочной железы, которые находятся в пространстве сосуда. То есть морфологически данная характеристика определяется как лимфоваскулярная инвазия. Это крайне неблагоприятный, предиктивный, прогностический признак для карцином. Чтобы он сформировался, необходима группа или ряд последовательных событий. В первую очередь микроокружение должно получить необходимые сигналы от опухолевых клеток, а опухолевые клетки должны получить сигналы от микроокружения. То есть это общение с помощью химоатрактантных факторов по типу фактора роста сосудов, фактора роста тромбоцитов. А также должен сформироваться специфический фенотип опухолевых клеток, так называемый эптериально-мезинхимальный фенотип, который будет определять распространение опухолевых клеток в строме, а в дальнейшем и определять способность проникать через мембрану сосуда, через слой перицитов, эндотелиоцитов внутрь и распространяться по сосудам, а в дальнейшем выходить из сосуда. То есть эти все признаки определяются эптериальным и зинхимальным переходом. В норме он у нас есть в процессе эмбриогенеза, а в опухолевых клетках он служит одним из факторов развития инвазии и метастазирования. Благодаря наличию опухоли ассоциированных макрофагов продуцируется большое количество ангиогенных факторов, специальных протеаз, катепсинов, матриксных металлопротеиназ, которые обуславливают разрушение экстрацеллюлярного матрикса и которые поддерживают формирование опухолевых клеток благодаря метагенным сигналам, обеспечивающим пролиферацию и выживание опухолевых клеток. Важно помнить о том, что опухолевые клетки должны питаться, и для этого необходимо формирование сосудов с помощью специальных факторов. Опять же, это VGF, так называемый, который является одним из целей для таргетной терапии, то есть это сосудистый фактор роста. Это интерлекин-8, который продуцирует развитие формирования сосудов. На данных микрофотографиях вы можете увидеть, как выглядят сосуды в опухоли. В частности, это группа извитых трубок, которые имеют характеристику морфологически крайне механически нестабильную, то есть они легко разрушаются, в них часто чистые кровотечения, они представлены так же, как и капилляры, сосуды в норме, слоем перицитов и эндотелиоцитов. Однако морфологически структура данных сосудов отличается от нормы более слабой стенкой, меньшим количеством перицитов. В частности, если мы здесь видим на электронной микроскопии, черной стрелкой указано сам, скажем, перицит обозначен, где он располагается на сосуде. Давайте взглянем более прецензионно на этапы развития инвазии и метастазирования. Если мы говорим с вами о первичной опухоли, то возможны два типа событий. Обычно классически, сейчас уже рассматривают два типа событий. Первый тип событий — это формирование отдельных опухолевых клеток, которые могут выходить в сосудистое росло, которые могут распространяться, быть инвазивными и участвовать в инвазии по краю фронта инвазивного. А может быть событие, связанное с формированием кластеров. И этот кластер может включать в себя группу клеток. Группа клеток подразумевает собой ряд клеток, имеющих эпителиальную природу, ряд клеток, имеющих промежуточную природу, ряд клеток, имеющих мезонхимальный фенотип. Что имеется в виду? В процессе развития опухоли, как мы уже сказали, она получает способность формировать эпителиальный мезонхимальный переход. Это событие, которое имеет длительную цепочку изменений от эпителиального фенотипа, то есть это клетки, которые имеют продольную вытянутую структуру, имеют кубическую или столбчатую форму, где ядро обычно находится базолатерально, формируются адгезионные контакты между клетками с помощью гемодисмосом, с помощью плотных соединений. Но в дальнейшем, в процессе развития опухоли, клетка получает способность формировать мезонхимальный фенотип, и контакты между клетками разрушаются, клетка меняет свою форму, она приобретает мезонхимальные черты, то есть это полиморфная форма, это вытянутая структура клетки, это потеря адгезионных контактов. И это событие, которое происходит в опухоли, мы не можем сказать, что оно происходит моментально, это длительный процесс, в процессе которого возникает способность клетки к инвазии, проникновению в сосудистое русло, то есть клетки, которые выходят в составе кластеров, это крайне гетерогенная популяция клеток. В дальнейшем, после этапа инвазии, после этапа интровазации в сосуд, клетки могут подвергаться двум типам событий, в зависимости от того, какими путями формировалась способность к инвазии. То есть если это одиночные циркулирующие опухолевые клетки, то они зачастую имеют меньшую вероятность сформировать метастатическую нишу в процессе своей циркуляции. А если это классовное метастазирование, то эти клетки имеют больший шанс формирования метастатической ниши. Опять же, эти клетки при интровазации имеют под собой механический стресс, то есть клетка в процессе проникновения механически сдавливается. И, опять же, это фактор, который может снижать возможность метастазирования. То есть крайне неуспешный процесс. Второй момент — это контакт с иммунными клетками, которые также уничтожают большинство циркулирующих опухолевых клеток. Однако клетки, которые выживают в процессе своего длительного метастатического каскада, они способны к третьему этапу экстравазации. В процессе циркуляции в сосудистом русле опухолевые клетки могут связываться с тромбоцитами. Тромбоциты — одно из ключевых звеньев формирования метастатического каскада. Еще в 60-е годы было показано, что пациенты, которые имеют низкое число тромбоцитов, связаны с меньшей частотой метастазов, чем пациенты с большим количеством тромбоцитов. Тромбоциты обволакивают опухолевые клетки и защищают их от контакта иммунными клетками, а также они помогают опухолевым клеткам проникнуть через сосудистое русло в новое место, то есть формировать метастатическую нишу. Также в этом этапе могут участвовать моноциты с помощью рецепторов ССР-2, нейтрофилы, которые также обволакивают опухолевые клетки и защищают их от контакта с Т-клетками, то есть такое избегание, скажем так, даже на этом этапе иммунного ответа. В дальнейшем мы говорим о формировании микрометастаза и макрометастаза. Важно помнить о том, что в формировании метастатической ниши до этапа выхода опухолевых клеток из первичной опухоли отдельных либо кластеров выходят так называемые экзосомы, то есть это внеклеточные визикулы, которые определяют и формируют метастатическую нишу. Это липидные пузырьки одномембранные размером от 80 до 150 нанометров, которые несут на своей поверхности рецепторы, способные контактировать с клетками, стром, органов, тканей, а также внутри экзосом сформированы молекулы, это микро-РНК, ДНК, участки ДНК, это белки, которые готовят участок для будущего метастазирования. То есть это такой уникальный разведчик, если его так можно назвать, который формирует заранее участок для возможного метастазирования. То есть он участвует и в ремоделировании экстрацеллюлярного матрикса, и в формировании паракринной, аутокринной секреции для опухолевых клеток. Если мы суммируем, то метастазирование кластерами является наиболее успешным, однако более длительным процессом. Метастазирование одиночными клетками — это процесс, который менее успешен, и его возможность формирования метастатических ниш также вызывает, скажем так, меньшую вероятность формирования отдаленных метастазов. Собственно, все эти клетки должны подвергнуться эпителиально-мезинхимальному переходу, а в дальнейшем, при формировании метастатической миш — метизинхимально-эпителиальному переходу. Возникает большой вопрос, является ли метастазирование случайным в процессе развития опухоли, или это все-таки хорошо спланированный процесс. До сих пор четкого ответа на этот вопрос нет, так как метастазы в организме имеют крайне гетерогенную структуру даже у одного пациента. И это, собственно, и обуславливает резистентность, в том числе опухоли к терапии. Если подводить итог, резюме нашего разговора, то для того, чтобы сформировалась опухоль, которая имеет способность к инвазии, которая имеет способность к метастазированию, должно произойти несколько событий, последовательных событий. Однако эти события могут носить и случайный совершенно характер, хаотичный характер. Но мы можем вывести все-таки ряд правил. Для формирования инвазии необходимо, чтобы было соответствующее микроокружение, струмоопухоли, которое будет провоцировать формирование инвазивного фронта и в дальнейшем диссеминацию метастатических каскад с формированием ниши и формированием отдаленных метастазов благодаря активным клонам либо отдельным опухолевым клеткам, либо кластерным группам опухолевых клеток, которые могут формировать активные метастазы либо спящие метастазы в зависимости от, опять же, мутации, которые формируют уникальные биохимические пути для спящих клеток метастатических или активную метастатическую нишу для очень агрессивных, злых опухолей. В следующих лекциях мы с вами поговорим о других холмакс, в частности, это дорегуляция метаболизма в опухоли, это воспаление, иммунное окружение в опухоли, а также нарушение механизма хлопоптозы, избегания клеточной смерти в опухоли. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует...